Сегодня посла Индии Сангиту Бахадур сустрекали у Гомельским Державным Медицинским Университете. Тут и она погуторила со студентами и доведалась, каким живется в Беларуси и какие проблемы турбуют. А в выниках вчерой размовы сюжет Марины Джалой. Студенты из Индии чекают Сангиту Бахадур у фойе университета. Такая встреча для их хвалюющая совесть с родимой. Краины разделяют омоль пять с половой тысяч километров. Очень рада, что у нас очень внимания. И смотрю, приедут сюда, и просто мы сейчас в нашу пластоль приглашаем. И сегодня наши студенты здесь. Они наши традиционные одежды тут. Но ждем наше посольство сейчас. Зараз у Медуниверситете вучится свеж 220 индийцев. Это прикладная пятая частка до всех замежных студентов. Больше только грамадян Туркменистана. Но литерально празд в год-два студентов из Индии станет больше, чем представников всех других национальностей. У всего в ВНУ проходят навучение, юники и девчаты. Амали с двух с половой десятка украин. И мкнение до навучения в Гомельском медицинском университете обумовлена его практика ориентованностью. Практичные занятки начинаются уже с первого курса. У Медус тут же мается свой симуляционный центр. А кроме того, занятки для будущих медиков из замежных краин ведутся на английской мове. Работаем с Медицинским советом Индии. Это необходимо для того, чтобы мы знали, какие программы медицинского образования используются в их стране. Для того, чтобы наши выпускники успешно смогли подтвердить свои дипломы дома и стать квалифицированными врачами. Соответственно, это будет повышать рейтинг нашего университета в данной стране. Подчас встречи с послом Индии в Беларуси Сангиты Бахадур студенты выказывают задовольность как в учебе в Гомельском университете, так и в уголе жизни в нашей стране. Пытания течились основным открытием особенного кафе или столовой с индийским меню. Могчима себя спошли наотримливать посылки из Индии, организации национальных святов. Они вообще выглядят полностью удовлетворенными и с жильем, и с образовательным процессом. Тем более, недавно были сделаны изменения в их расписании в соответствии с индийскими программами. То есть, сейчас они уже действительно могут вернуться в Индию и полноценно практиковать и работать. Так само Сангита Бахадур поделилась уражениями от экскурсии по Гомельским парку и Палаце Румянцевых Паскевичев. Посол отзначила, что этот комплекс – одно из наипрыгажейших мест, которое она видела в своем жизни. Марина Джалая, Валерий Гопанько, телерадо и компания Гомель.